В этом году военно-историческое объединение «Армир» Центра внешкольной работы получило финансирование сразу в трех конкурсах. В рамках губернаторского проекта «Вам решать» «Армир» победила с инициативой устройство-площадки для исторической реконструкции. В городке под открытым небом создадут интерактивное пространство, где саровчане смогут поучаствовать в квестах и мастер-классах, посетить занятия по фехтованию и стрельбе из лука. Здесь же будут устраивать тематические праздники для жителей микрорайона. Деньги в рамках проекта «Вам решать» пойдут на создание крупных и массивных декораций. А чтобы еще больше усовершенствовать площадку имени музей, армировцы создали проект «Центр живой истории Стрелецкой Слобода». В этом проекте предполагается то, что мы расширяем территорию. То есть это будет уже не только вот этот самый маленький зал, в котором мы проводим интерактивные занятия для детей и подростков, но это будет еще и уличная зона, на которой будут проходить интерактивные занятия, мастер-классы по различным премеслам, ну и плюс к этому мы планируем организовывать потешные сражения для групп детей, чтобы они почувствовали, как это бывает, что это такое война в 16-17 веке. Все это будет проходить в теплое время года во дворе клуба здоровья «Центр внешкольной работы». Грант на реализацию этого проекта объединение получило во Всероссийском конкурсе молодежных проектов агентства «Росмолодежь». «Стрелецкая Слобода» стала дополнением к проекту «Вам решать». Проект «Стрелецкая Слобода» как таковой, который мы сейчас реализуем с помощью «Росмолодежи», это закупка необходимого инвентаря мелкого, то есть вооружения, доспехи, предметы различные для мастер-классов. Ну и плюс этот проект предполагает то, что мы обучаем экскурсоводов и аниматоров. Венцом проекта станут два больших мероприятия в следующем году – «Ночь в музее» и «День России». В конкурсе от «Росмолодежи» у «Армира» двойная победа. Грантовые средства получила еще один проект «Вместе Россия». На протяжении нескольких месяцев воспитанники объединений Центра внешкольной работы будут изучать особенности и взаимодействия русской и мордовской культур, учиться народным промыслам. Мы выбрали тему «Мордовская вышивка», то есть традиционные мордовские мотивы, цветовая гамма. И хотелось бы нам, чтобы максимальное число учащихся освоили эту технику. В сентябре и в октябре у нас будет целая серия таких занятий совместных детей, родителей, педагогов. Мы будем делать именно на всяких предметах, которые сейчас пользуются молодежь, то есть это рюкзаки, чехлы, пояса, чтобы это просто не лежало на полках, а этим пользовались. Пока нет предположений, как это будет выглядеть, но мы думаем, очень быстро научимся, как всегда. На итоговом фестивале 4 ноября, где, наверное, приходить в молодежном центре будем, это показывать другим, всем желающим. Итогом проекта «Вместе Россия» станет городской фестиваль русско-мордовской культуры, который пройдет в праздник Дня народного единства. Для горожан пройдет серия мастер-классов от воспитанников и педагогов в ЦВР, ярмарка средневековых ремесел, военно-историческая реконструкция и галоконцерт творческих коллективов Сарова и Темникова. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, Служба новостей Саров, 24.